Здравствуйте, меня зовут Балетна Ирина Анатольевна, специалист отдела заскания компании МВФ финансово. Ведется запись разговора. Айман Наурзбаевна. Если ты... Что? Если ты... Я не понимаю, что вы говорите. Если ты... Не понимаю, что вы говорите. По-русски извиняйтесь. Бай-бай. Алло, по-русски извиняйтесь. Айман Наурзбаевна? Нет, это ты. До спеки английс. Что-что? До спеки английс. Инглиш, инглиш филанс. До спеки английс. Здравствуйте, Саша Суходульская. Компания МВФ финансово, специалист Суходульская. Аксана Александровна ведется запись разговора. Вы, Ольга Васильевна. Звоним вам по вопросу вашей задолженности по микрозайму. У них стрит 148 408 рублей суммодолга. 329 дней у вас срок просочек. Аксана Александровна не переносит мой голос. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Татьяна Хайловна? Да. Меня зовут Лоблевская, Аксана Михайловна. Это для узыскания МКК-4 финансово. Сама финансово. Мы с вами будем записывать. На отсутение у вас задержка по оплате. Задержка? Я не знаю, когда я подпасу. Да, задержка. У меня все нормально. Ты что, дуба рухнула уже. Да, вы что? Да. Вы деньги вернете, когда? Никогда. На каком отправлении? Потому что нет желания. Ну, как интересно. Ну, хорошо. Как право на оплату, все равно. Какие доски. Алло, здравствуйте. Слушай. Долговое агентство Фемида. Меня зовут Нестерова Екатерина Александровна. Разговор записывается. Ирина Александровна? Да. Я звоню по поводу вашего займа перед компанией до зарплаты. Вы находитесь на просрочке уже более 4 месяцев. И сумма для погашения долга 10 397 рублей. Вы готовы оплату произвести? По какому договору вы работаете? По агентскому. Вам уведомление уже было отправлено и не один раз. Серьезно? Да, Ирина Александровна. Проверяйте свою электронную почту. Нет, я не воспринимаю электронную почту. Даже не читаю. Ирина Александровна, вы можете... Каким письмом с уведомлением о вручении, либо курьером подростки, у меня с кредитором нет дополнительного соглашения, которое позволяло бы ему направлять уведомления мне на электронную почту. Вам понятно, я в руках, пока не будет уведомлений, общения не будет. Не собираюсь слушать бред от звонящей головы. И кто с вами общаться не будет. Не общайтесь. Я не заплачусь. Не надо на акции мне читать, не получится. На меня это не воздействует никоим образом. Поэтому не надо сидеть и тягать. Всего доброго. Всего злого. Алло, здравствуйте. Говори. Звоноком поступает с компанией БАФинансы, специалист Деменченко Газарета Геннадьевна, дефицитер Снавора. Вы на с вами разговаривали? Да. Звонили мой Мария Владимировна относительно вашей задолженности. Компании ЛИРУС. Нет, информатор сказал по поводу важной информации. Говорите важную информацию. У вас задолженность, которая на самом деле отправляется 61 тысячу. Важную, важную информацию в духу. Давай важную информацию. Мария Владимировна, вы меня слушаете? Вы адекватно вас принимаете информацию? Два, три, четыре, пять. Как будете готовы к конструктивному диалогу, звоните? Да. Алло? Да. Здравствуйте, меня зовут Мария Николаевна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банк. Ольга Васильевна, это вы? Я. Вы, да? Да. Я вас услышу, можете повторить? Это я. Ольга Васильевна, Ольга Васильевна, банк вам выставил требование на возврат суммы в размере 1017 рублей, и денежные средства необходимо оплатить в течение суток. Вы когда будете... У меня нет 17 рублей, у меня только тысяча. Вам нужно 1017 рублей вернуть. У меня нет 17 рублей. Ольга Васильевна, вам нужно 1017 рублей. У меня нет 17 рублей, у меня только тысяча. Возвращайте только тысячу. А как же 17 рублей? Ольга Васильевна, смотрите, ваши договорные отношения в ближайшее время перейдут сотрудникам регионального отдела на основании федерального закона 230-го. То есть приедут и посмотрим, что у меня нет 17 рублей, у меня только тысяча. Положите немного больше суммы. У меня нет немного больше суммы, у меня только тысяча. Вы положите тысячу, вы быстрее закройте ваши договорные отношения. Нет, надо 1017, тысячу нельзя. Положите тысячу, потом еще внезете. Нет, нет, так нельзя. Ольга Васильевна, днежные средства должны поступить в течение суток. У меня нет 17 рублей. Если денежные средства не поступят, ваши договорные отношения перейдут на дальнейшие шаги. Сотрудникам регионального раздела на основании федерального закона. Пусть и шагают. Ольга Васильевна, днежные средства. Да, здравствуйте. Здравствуйте. В компании «Займиго» звоним. Антону Выкришевну, я его проводу, садилась к коню. По поводу ваших обязательств. Слушаем Вас, Зинаида Валерьевна. Что у Вас такое? Почему Вы 31 день себе позволяете исполнить обязательства? А я такая. Что Вы? А я такая. Что Вы такая? Я королевна. Еще раз. Я королевна. Так, дальше. Что хочу, то и делаю. Так Вы все равно эти деньги отдадите. Вы сами на себе эти деньги делаете. То есть Вы нормально, добровольно не хотите решить? Нет, добровольно не хочу. Все замечательно, ожидайте. Ждем. Все. Здравствуйте. Уважаемый клиент, в Ваших интересах решить проблему с долгом станет в досудебном порядке. Добрый день. Добрый. Долговой агент с Дельтем, Александр Александрович Никулин, меня зовут. Долиста делала досудебного взаимодействия. Добрый день. Угодомляю Вас о том, что разговор записывается. Ольга Васильевна. Да, я. С Вами ранее уже неоднократно специалисты разговаривали по поводу Вашей задолженности, Микрофинансовой организации, но, к сожалению, вопрос так остался нерешеным. Скажите, пожалуйста, в чем причина? Меня никто не любит. Поэтому вы не решаете задолженность. Угу. Меня тогда все любили. Но Вы должны же были подумать, что... Что, возможно, никто не будет любить, у меня испортится настроение. Я буду ходить такая поникшая, сникшая, да, печальная. Да нет. Да нет. Вы четко, то есть, прочитали, надеюсь, условия договора. Были ознакомлены с этими, как я вижу ранее, с Вами рассказывали. Ну, я не знала, что печалька будет сильнее меня. Я так понимаю, на разговор Вы не настроена? Я настроена, поговорите со мной. Да нет, это не разговор. Вы не серьезно вообще относитесь к своему финансовому вопросу? Печаль съедает, да. Тоска добивает. Хорошо, ждать не будет. Да Вы же должны меня морально поддержать. Куда Вы уходите? Алло. 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 Да. Ну, здравствуйте. Дайте. Ирина Александровна? Да. Я за проектом проводил Банк Восточный, найдет в судебное изыскание. Ирина Александровна, у Вас имеется просроченная задолженность, только причине не оплачивать 12 дней. Ой, вот сколько с тобой надолго, а я иду в магазин. Короче, попозже перезвони. Я сейчас буду звонить. Нет, не будешь. Сказала, позвони попозже. Значит, позвонишь попозже. Нет. Да. Ха-ха-ха. Ирина Александровна, у Вас просрочно задолжен 126 тысяч 200 рублей. Пожалуйста, не отключайтесь. Newcomers еще. Алло. Да-да. Здравствуйте. Это компания Эверест. Текст Рукова Людмила Олеговна. Идет в запись разговора. Валерьевна, это вы? Да. Найда Валерьевна, долговые обязательства от всей компании Time Online или PPS 46 532 рубля. Почему не оплачиваете? А почему я тебя не знаю? Ты точно с Эвереста? Так, давай по WhatsApp у меня копию своего паспорта. Что? Копию паспорта своего мне направляй давай. Я такую звонилку не знаю. Нет такой в Эвересте. Я вас всех там знаю. Я вас там бешеных кобыл, всех знаю. Ты кто? Под кого катишь? Разговоры без оскорблений. Пока. Слушай. Здравствуйте. Здравствуйте. Это общество с ограниченной ответственностью кредит экспресс-финансы. Зовут меня Мамбета Василия Столбековна. Ведется запись разговора. Дмитрий Сергеевич, вам кем приходится? О как. А ты зачем спрашиваешься? Не ты, а вы, во-первых. У вас там был оставлен дополнительный контакт. Понятно. Он мой рыцарь. Я ответила на ваш вопрос? Да. Я ответила на твой. Он мой рыцарь. Очень остроумно. Телефон его уточняйте? Который могла бы не связаться. Уточняйте. Я такого слова не знаю. Убейся. С горя башкой. Меня зовут Замкирова Анна Сергеевна. Я ищет руководила поверки данных бланковщиков. А Галина Анатольевна, я вам я позвонила по вопросу. По поводу кого позвонили вы мне? Игорь Вячеславович. Да. Это супруг ваш? Муж ваш? Это моя тайна. Это мой любовник. Любовник ваш, да? Когда смотрели? Последний раз. Недавно. Недавно? Вы не проживаете в своем месте? Нет. Очень странно. По информации, которая у нас отражается, вы являетесь его супругой. Ну, значит, у меня статус жены уже. Смешного вам? Смешного мало в данной ситуации, Галина Анатольевна. Я в общем это. А вам неизвестно его взаимоотношения с банковщиков? Нет, нам есть о чем поговорить с ним. Помимо банковщиков. Понятно. Слышите, пожалуйста, в официальном браке вы не состоите? Почему? Состою. Состоите в официальном браке. Я услышала. Бюджет совместно вывезете на текущий момент с Игорем Вячеславовичем? Не скажу. Хорошо. Продиктуйте его основной телефон, к которому лично ему могут дозвониться сейчас. Нет. Что нет? Не буду диктовать. Другие банки уже ранее ссаживались, Антон, по поводу Игоря Вячеславовича? Да вам-то какая разница. Большая разница. Большая разница. Подошите, пожалуйста, вам звонили на другие банки. И твое дело. На «ты» сами никто не переходил, Галина Анатольевна. Вы на прозвольте приняты на недообщение. Я тоже не буду готовить на такой чести. А Галина Анатольевна, я еще раз повторяю. На «ты» с вами общаться не станешь. Не станешь, уходи. Галина Анатольевна, супругу передавайте, чтобы он вообще с ума долго обеспечил завтра до обеда полный набьет. Игорь Вячеславович, ну вы уж определитесь, любовник или своего, как это ваше личное. Мы вот не вмешиваемся, это ваше личное, Галина Анатольевна, я поняла, что это ваш супруг. Я не разу не произнесла этого слова, что он мой супруг. Так вот, Галина Анатольевна, мужу информацию давайте до свидания, чтобы завтра погасить в общину с ума долго, Игорь Вячеславович, когда я передам своему мужу обязательно. Значит, что еще раз повторите? Мужу говорю нету, некому мне передавать информацию. В любом случае, информируйте Игоря Вячеславовича о том, что звонили без мактингов. Ага, звонила такая, в кавычках, буду я что-то передавать. Не надеюсь, не ждет. Нет, 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 12 часов. Все, проваливай отсюда. Галина Анатольевна, вы корректно не умеете обещать? Нет, 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 нет. Давайте вам тогда завтра примерно в это же время. Да, давайте, конечно. Здравствуйте, оставайтесь, пожалуйста, на линии. Вам ответит сотрудник отдела взыскания банка. Алло, здравствуйте. Слушай. Я представлюсь, меня зовут Маркова Юлия Дмитриевна, это банк Синьков. Александра Михайловна, звонок поступает по поводу вашей задолженности. На сегодняшний день требования банка оплатить сумму минимального платежа сегодня до конца дня. И сумма минимального платежа у вас на сегодняшний день, она составляет 13 100 рублей. Оплата поступит? Нет. Да? Нет. А по какой причине вы своевременно не вносите оплату? По-важной. Но вы можете пояснить, чтобы мы тоже понимали, что у вас за трудности? Устала кормить банк Синьков. Мы просто последний раз вот с вами общались. Я вам не назвала причину. Зафиксируйте ее. Но что за причина? Устала кормить банк Синьков. Сама кушать люблю. Александра Михайловна, вы уже давно являетесь нашим клиентом, всегда исправно, идеально платили, вносили оплату. Поэтому и хватит. Но вы хотели, все, что надо было, я выплатила. Войдете. Послушайте, а с какими условиями конкретно вы не согласны в обслуживании? Я вообще не согласна с тем, что вы есть. Но вы все время были согласны, а сейчас не согласны? Сейчас не согласна. К весне поумнела. Александра Михайловна, все начисления, которые вот банк делает, он производит строго в соответствии с тарифным планом. Ну пусть производит все равно денег не увидит больше. Но просто более того, банк отчитывается по всем операциям перед Центробанком и налоговой инфекцией. Ну пусть отчитается, что Александра больше ничего не заплатит. Можешь меня не уговаривать, не занимать мое время. Послушайте, Александра Михайловна, можно я договорю? Я не буду тебя слушать. Кого я буду слушать? Вот ты смотри, осталась безработная. Нашла на удаленном расстоянии себе работу. Купила себе самую простейшую гарнитуру. Открыла ноут. И сидишь мне, хер в уши вкручиваешь, в который вообще не понимаешь, о чем говоришь, потому что тебе твоя работа дали. Я сказал говорить, работать чисто по скрипту. Закрой, говорю, урод, я буду говорить. И ты мне что-то говоришь там? Слушайте меня, не слушайте меня. Кого тебя слушать? Кто ты такая есть? Фиксируй быстренько, как скажешь, будешь не тревожь меня. Просьба вернуться к общепринятой манере общения. В противном случае я буду говорить на плач. На меня манера общения с вами именно такая. Простай, значит, все, конечно, прерывай диалог, иди рыдай, умывайся и прекращай завязываться. Ваши слов, я фиксирую под запись разговора отказ от оплаты, но учтите, что отказ от оплаты не освобождается. Я тебе сказала, скрипту брала, сейчас нашлешь на меня три буквы, пойдешь сейчас, виляющий походкой, блядь, кисть-бресткая. Буду продолжаться.